17 команд, около 150 участников. Первый кубок улиц повторил прошлогодний рекорд по популярности. Чем больше команд будет, тем больше будет популяризация. Я езжу по городам, и люди уже интересуются, люди уже знают о том, что в городе Краснолыж проходит данное мероприятие. Это такие города, как Стаханов, Луганск. То есть уровень данного мероприятия уже, как бы сказать, отражается на области. Это очень приятно. Спасибо большое. Немалую лепту, очень даже большую лепту вносит этот Рейдрейфанс. Соперничали за переходящий приз коллективы из центра города Победы, Мюсинска, Мирного, Грушового, Машзавода, трех микрорайонов и несколько сборных. Стартовые матчи турнира начались с минуты молчания. У нас потеря, нету одного основного игрока. Умер наш товарищ, и мы вот сегодня с ленточками минуты молчания провели. Хотим, как бы, этот турнир посвятить Димке. Погода не подвела. Воскресенье оказалось теплым и солнечным среди дождливых первомайских дней. Участников разделили на четыре группы. В каждой велась борьба за две путевки в четвертьфинал. Неожиданностей не произошло. Почти все фавориты прошли этап. Среди них – лидеры сезона 2013. В прошлом году мы показали довольно неплохие результаты. Заняли первое место, третье. Правда, на финале чуть-чуть подвел нас состав. Не было ни замен, никаких возможностей. Старались, но не получилось. В этом году хотим с первого же турнира закрепить себя. Постараемся в лидерах. Ну а там, как получится, команды все собрали сильные. Задача, как всегда, у нас поставлена максимально. Добиться успеха, положительного результата. Занять первое место. Потому что команда уже зарекомендовала себя за два года. И не хочется упасть в грязь лицов. В играх на вылет каждая ошибка может стоить поражения. На Кубке улиц все четверть и полуфинальные поединки прошли в упорной борьбе и завершились сериями послематчевых пенальти. Футбольные лотереи вывели в финал Террикон из поселка Грушевая и представителей центра команду Дудка. Со счетом 2-1 победили грушевцы. Третье место у Балтики со второго микрорайона. По замыслу организаторов, следующий Кубок улиц состоится в июне. Всего сезон будет состоять из четырех-пяти турниров и завершится финалом в октябре. Александр Ковальчук, Марина Михайлова, Новости, телеканал Луч.